Жизнь 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 А школу умерли. Так вот. Тебе прилетят. Смотрят. Школы. И нет никаких клиник для душевно больных. Потому что ведь как? Ведь все же начинается со здания. Поставили здание. Надо его кем-то населять. Глядь в окно. Человек идет по улице. На ходу читает. Его хватит смирительную. Не читай на ходу. На ходу нельзя. Такой закон. А наружу и, пожалуй, тюрьма. А чего? Чист, светло. И на избирателе. В белых халатах. Ну а что, 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 решетки на окнах? Они же и в настоящих тюрьмах есть. Но ты же в настоящую. Не хочешь? Не хочешь. А почему? А потому что здание не нравится. Хуже здание. А тут вроде как на школу похоже. Все же таки ближе к науке. Так вот, те прилетят. И этого ничего не будет. Нет. Жизнь без сна основной закон построения нового общества без бездумия. Так его еще не приняли. Ничего. Но примут. Как миленькие. О, слишком много средств уходит в космос. И вся история страны, история болезни. Напрасно я лицо свое разбил. Кругом молчат. И все. И взятки гладки. Один рву. Еще так много сил. Хоть по утрам не делаю зарядки. Да я осилить мог бы тонны груза. Но, видимо, не стоило таскать. Мою страну, как тот дырявый кузов, Везет шофер, которому плевать. А где-то то не пляшут в такт. А не хотя и плавно вдоль дороги все не так. А в конце подавно и не церковь, и не кабак, И ничего, и не света нет, ребята. Все не так. Все не так. Ребята. Из письма в ЦК КПСС в отдел агитации и пропаганды. За последнее время в нашей печати появились материалы, Которые прямо или косвенно касаются моего творчества. Я имею в виду песни. Авторы обвиняют меня в том, что я не издеваюсь над завоеваниями нашего народа. Что у меня не нашлось слов, чтобы написать о героях войны. И я будто бы написал о штрафниках, как о единственных защитниках Отечества. Во всех этих выступлениях сквозить одна мысль, что мои песни вредны. Особенно молодежи. Я не берусь спорить с авторами об оценке моих песен. Это дело их вкуса, а также дело редакции. Тем более я не собираюсь оправдываться. Ибо мои песни могут нравиться или не нравиться, как и любое другое произведение. Но я получаю огромное количество писем. И все эти люди говорят, что песни мои полюбились, нравятся и даже той же молодежи. Я вас убедительно прошу, не оставьте без ответа это письмо. И дайте мне возможность выступить на страницах печати. Владимир Высоцкий. Ах, откуда у меня грубые замашки? А походи с моим, поди, даже не пешком. Меня ж мама родила в сахарной рубашке. Вот боя стала меня красным кушаком. Так и чего же у меня хмурые надбровья? От каких таких причин белые вихры? Мне ж папаша подарил бычье здоровье И в головушку вложил нехухры-мухры. Начинал мытье мое с сандуновских бань я Вместе с потом выгонял злое недобро. Годен в смысле чистоты и образования. Тут и голос должен быть чисто серебро. Пел бы ясно я тогда, пел бы я про шали. Пел бы я про самое главное для всех. Все б со мной здоровались, все бы мне прощали. Но не дал Бог голоса, ну нету как на грех. А воспеть-то хочется, да хотя бы шали, Да хотя бы самое главное и то. И орался всхрипом я. Люди не дышали, и никто не морщился, Ну право же никто. Так отчего же сон такой? Да вранье, да ханье. Я всегда имел в виду мужиков не дам. Вы же слушали меня, затаив дыхание. И теперь ханыжите, только я не дам. Был раб Божий, нес свой крест. Были урабавши, отрубили голову, Испугались в шеи, да поплакав, Разошлись, солоно хлебавши. И детишек, не забыв, вытолкать в шеи. Доктор, я не хочу этого лекарства. От него бывает импотенция. Да бывает, я же вам говорю. Ну хорошо, только в самый последний раз. Ну почему опять не в руку, доктор? Ну это же больно. Иди, иди в аду. Играют домино. Выигрывает тот, у кого меньше всех очков. Это же полная ерунда. А даже если так, так бери себе и сбрасывай. Так нет, они сидят и думают. Думают. И стучат, и стучат, и стучат. Я вам говорю, не стучите, вы, стукачи, предатели, продажная шкура. Только, только, только не бейте. Меня еще нельзя бить. Ведь я же еще ничего не сделал. Старый барабанщик, старый барабанщик, Старый барабанщик крепко спал. Юный барабанщик, юный барабанщик, Юный барабанщик настучал. Тот очнулся, перевернулся, И три года потерял. А новый барабанщик, юный барабанщик, Барабан его забрал. Это я просто так. Это же вообще не стихи. Да и я вообще не поэт, я... А кто я? Нет. Что я? Зачем я? У-у-у, жизнь. Какая же ты все-таки сволочь. Ведь сколько великих выбыло. Их выбили нож и отрава. Ну что же, на отрава выбора каждый имеет право. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. Достойно ли безропотно терпеть позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умилеть, услуть, но знать, что этим ты обрываешь цепь сердечных мук и тысячи решений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно умереть, уснуть, уснуть? И видеть сны? Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет на то, кто снес бы ложное веще правителей, неежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала? Кто бы согласился кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, ниоткуда ни один не возвращался, не склоняло воли, мириться лучше со знакомым злом, чем бедством к незнакомому стремиться? Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок решимость наша в бесплодьях умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом в начале обещавший успех от проведренья долгого. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути, и один все тунет фарисейсте жизнь прожить. Микрофон 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 Сегодня я особенно хриплю Но изменить тональность не рискую И лишь если я душою покривлю Он ни за что не выпрямит кривую Он пестия подольше острия Слух безотказен слышать фальт да и йоды Ему плевать, что не ударяй я Но пусть я верно выкивал ноты И бьют луч от рампы мне под ребра Светят фонари в лицо недобро И залетят с боков прожихтора И жара, жара, жара На шее гибкой этот микрофон Своей цинейной головою вертит Лишь только замолчу, ушалит он Я должен петь до огурь и до смерти Не шевелись, не двигайся, не смей Я видел шама, ты змея, я знаю Я сегодня заклятатель с ней Я не пою, я кобру заклятаю Мелодии мои попроще гамб Но лишь сбиваюсь с искреннего тона Мне сразу больно, клещет по щекам Недвижимая тень от микрофона И бьют луч от рампы мне под ребра Светят фонари в лицо недобро И залетят с боков прожихтора И жара, жара Из письма В Комитет государственной безопасности Уважаемые товарищи Я обращаюсь к вам, ибо в последнее время для меня И моей творческой работой сложилась неблагоприятная ситуация Я имею ввиду мои песни, к которым я отношусь столь же серьезно и ответственно Как и к своей работе в театре или в кино Любое творчество, а тем более песенное, требует аудитории А ее-то я сейчас фактически лишен Такая ситуация создалась в результате некоторых выступлений в печати Я продолжал работать Мною написано много песен к кинофильмам и спектаклям Но всякий раз эти песни проходили с большим трудом Я не потому, что редакторам смущало содержание Или художественная сторона этих песен А просто потому, что их автором являюсь я Я получаю большое количество писем От граждан различных возрастов и профессий От рабочих, солдат, интеллигентов, моряков И даже от пенсионеров И все эти люди спрашивают меня Где можно услышать мои песни Писем этих очень много И это позволяет мне думать, что мои песни нужны людям Что они им приносят радость Но, к сожалению, я почти никогда не могу ответить моим корреспондентам Я даже не могу написать, что мне запрещено петь Потому что никто официально мне петь не запрещал Ибо никто не разрешал Я бодрствую Но вещий сон мне снится Пилюли пью, надеясь, что усну Не привыкать глотать мне горькую слюну Организации, инстанции и лица Мне объявили явную войну За то, что я нарушил тишину За то, что я хреплю на всю страну Чтоб доказать, я в колесе не спится За то, что мне не имется и не спится За то, что в передачах за граница Передает мою блатную старину Считая своим долгом извиниться Мол, мы сами без согласия Ну и ну, за что еще, быть может, за жену Что, мол, не Бог на нашей подданной жениться Что, мол, упрямо лезу в ка в страну И очень не хочу идти ко дну Что песни написал и не одну О том, как мы когда-то били фрица Про ледового, что над зод ложится А сам ни сном, ни духом про войну Крича, что я у них украл луну И что-нибудь еще украсть не примену И небылицу нагоняет небылица Не спится мне Ну как же тут не спится Нет, не запьюсь Я руку протяну И завещание крестом перечеркну И сам я не забуду осениться И песни напишу, и не одну И в песне я кого-то прокляну Но в пояс не забуду подводиться Всем, кто писал, чтобы я не смел ложиться Пусть даже горькую пилюлю заглотну Там охотники прячутся в тень На снегу кувыркают И граются волки Превратившись в живую мишень Идет охота на волков Идет охота На зерых хищников Матерых и щенков Мечат загонщики И лают псы до рвоты Кружески губ и пятна красные флажков Недоравных Играются волками Ядеря, но не трогнет рука Оградив нам слабому флажками Идут уверенно Наверняка Волки не могут нарушить традиции Видно в детстве Слепые щенки Мы, волчата Сосали волчицу И всосали Нелеса за флажки И вот охота на волков Идет охота На зерых хищников Матерых и щенков Кричат загонщики И лают псы до рвоты Кровь на снегу И пятна красные флажков Наши ноги И челюсти быстры Почему же вожак Дай ответ Мы закравленно Мчимся на выстрел И не пробуем Через запыль Волк не может Не должен иначе А вот кончается Время мое Тот, которому я Предназначен Улыбнулся И поднял Ружье Идет охота на волков Идет охота На зерых хищников Матерых и щенков Кричат загонщики И лают псы до рвоты Кровь на снегу И пятна красные флажков Я из повиновения вышел За флажки Жажда жизни сильней Только сзади И я радостно слышал Удивленные крики людей Рвусь из сил Из всех сухожилий Но сегодня Не так, как вчера Обложили меня Обложили Но остались Ни с чем Егеря Идет охота на волков Идет охота На зерых хищников Матерых и щенков Кричат загонщики И лают псы до рвоты Кровь на снегу И пятна красные флажков Субтитры сделал DimaTorzok